Привет, город! В студии с вами я, Любовь Ломака и команда Сигмы. С очередным майским снегопадом нас. Синоптики обещали плюс 26 в эту субботу. Верим в чудо, но куртки далеко не убираем. Теперь к новостям этого четверга. Все самое актуальное мы собрали в нашем выпуске. Поехали! Состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. В центре обсуждений дети. Первая новость для новоуренгойских школьников, которым обещали поездку за полярный круг. Ее не будет, так как полиция города просто не успеет организовать сопровождение ребят и проверку автобусов. Департамент образования опоздался сроками подачи соответствующих заявлений. Узнаю, что оказывается уже не 11, а 17 автобусов у нас планируется в выезду. Мы, соответственно, в ваш адрес направили письмо, что мы не будем решать такое сопровождение. Мы просто физически не успеем это, наверное, все проверить. Данная информация также направлена была прокурору города Новоуренгой. Если вы будете, соответственно, такие действия проводить, организатор данных мероприятий будет привлечен к административной ответственности. Также особое внимание комиссии юные пешеходы привлекли к себе после последних ЧП. Одно из них произошло 17 мая около администрации. Тогда водитель на пешеходном переходе наехал на ребенка, перебегавшего дорогу. А накануне, 19 мая, авария произошла на улице Дружбы народов. Рядом с торговым центром «Планета» на «Зебре» сбили двух несовершеннолетних пешеходов. Для профилактики дорожной безопасности среди юных новоуренгойцев планируется, ко всему прочему, закупить мультимедийные программы для изучения ПДД. Но и это не все. На дорогах Новоуренгоя установят дополнительные искусственные неровности на нерегулируемых пешеходных переходах. Специалисты определяют потенциально опасные зебры, где проведут работу в первую очередь. Теперь о предложениях горожан. Комиссия примет меры по обустройству Т-образного пересечения улицы 26-го съезда КПСС и проезда имени майора Минеева. Еще о дорогах города. С 20 мая начался ремонт на улице Подшибякино. Движение частично ограничено. От западной магистрали до улицы 70-летия октября организовано одностороннее движение. Прокуратура города оштрафовала компанию «Горремстройна» встроена – 125 тысяч рублей. Управляющая компания не очищала от снега придомовые территории, крыши и козырьки. Так, семь многоквартирных домов долгое время оставались без очистки. Коммунальщики игнорировали безопасность горожан и в плане обработки тротуаров и пешеходных дорожек песком. Прокуратура нашла нарушение в работе регионального оператора. Инновационные технологии взымали плату жителя дачного кооператива «Удача» не с момента покупки жилья, а гораздо раньше. В целях устранения выявленных нарушений инновационным технологиям было внесено представление, в результате которого был произведен перерасчет, то есть была возвращена сумма за необоснованно начисленные коммунальные услуги за 18 дней, которые не были предусмотрены договором оказания услуг. С апреля в городе для некоторых организаций стал действовать специальный коэффициент за слив отходов в канализацию. Увеличение стоимости коммунальных услуг должно было коснуться только юрлиц, но косвенно все же задело и некоторых горожан. Откачка частных септиков существенно подорожала. Цена выросла с 3 до 6 тысяч рублей. Компании-перевозчики, которых жители частных домов вызывают для обслуживания септика, после принятия новых правил повысили цены. Но способ не переплачивать за эту услугу, оказывается, все же есть. Для того, чтобы повышающие коэффициенты не распространялись на жителей нашего города, поэтому им и предложено самим купить талон, то есть по льготной цене без коэффициентов, так как он является жителем, и этот талон предоставить перевозчику. А перевозчик будет взимать плату только за услугу транспортировки этих стоков. Раньше в стоимость очистки септика входила работа сотрудников, транспортировка и плата водоканалу за слив отходов в общественную канализацию. Все это житель загородного дома разом оплачивал перевозчику. Теперь за слив отходов частные лица платят напрямую водоканалу. Для тех, у кого есть талон, стоимость откачки в компаниях-перевозчиках составит примерно 3 тысячи рублей. Сам талон можно приобрести по тарифу 110 рублей за куб. За подробной информацией обращаться по электронной почте или по телефону, указанным на ваших экранах. Почти 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу этим летом из-за долгов. Коммунальная задолженность одна из причин, по которой можно провести отпуск не в Египте, а в Новом Уренгое. Проверьте свои квитанции сразу после еженедельного обзора новостей ЖКХ во избежание сюрпризов. Зубы не выбьют, подъезд не разрисуют. Гуздума ударила по рукам коллекторам. Частных взыскателей долгов ограничат в праве работать с претензиями управляющих компаний к жильцам. На страже интересов россиян выступила депутат Ирина Яровая, которую поддерживают коллеги. Решать проблемы с долгами по квитанции можно будет только через суд и приставов. А за угрозы придется заплатить штраф в 500 тысяч рублей, если закон пройдет все процедуры одобрения. Мелочи приятны. Фонд национального благосостояния выделит фонду содействия реформирования ЖКХ 150 миллиардов рублей. Средства выпросил вице-премьер Хуснулин по итогам послания президента. Пойдут они на проекты коммунальной инфраструктуры, на ту самую статью, по которой на Ямале будет строиться северный широтный ход в кредит под 3%. По меркам нашей страны немного. Для сравнения, только на модернизацию системы горячего водоснабжения уйдет 2 триллиона. Кстати, о водоснабжении. Правозащитники накануне поставили в щекотливое положение ресурсников. Особенно водоканалы. Эксперт за движение права человека Виктор Федорук в интервью уральским СМИ заявил, что из-под крана должна течь именно питьевая вода. Если ее пить нельзя, мы вправе пожаловаться в Роспотребнадзор. Он возложит на коммунальщиков обязанность улучшить качество услуги. Надым и Ноябрьск, держитесь, новую ингу не грусти. Власти Лабытнанги, например, даже не скрывают от населения, что водопроводная вода предназначена для технических нужд. Весной ее качество ухудшается до всех мыслимых пределов. Даже кактусы поливать такой жижей хороший цветовод не будет. Правительство автономного округа намерено решить вопрос радикально. Построить водопровод из Харпа. Оттуда жителям города Семилиственниц обычно доставляют питьевую воду в паводковый период. Теперь хотят провести на постоянку. Порадуемся за Лабытнанги и ждем хороших новостей для всех остальных. Сергей Миллион Рунько, телерадиокомпании Сигма для НУР24. На 20 мая в округе выявили 18 новых случаев коронавируса. Среди них 2 вахтовика, остальные 16 человек в населенных пунктах. 19 пациентов выздоровели. В суточном приросте лидирует Салихар. Там 5 новозаболевших. В Новом Рингой заразились четверо. В округе в тяжелом состоянии находится 13 человек. На ИВЛ трое. Погибших нет. В России ситуация с вирусом такая. За сутки более 9 тысяч зараженных. Около 400 человек погибли. На поправку пошли почти 10 тысяч пациентов. Майские праздники прошли. От отдыха остались только воспоминания. Многие не смогли уехать из-за закрытых границ. Некоторые вообще работали, несмотря на объявленные выходные. Но кому-то все же удалось привезти пару отпускных фото из теплых краев. Куда успели слетать ямальцы на майские праздники? Об этом и не только расскажем в новостях короткой строкой. Вице-премьер Марат Куснулин доложил президенту, что Ямал готов приступить к строительству моста через Обь. Напомню, что этот объект входит в структуру северного широтного хода. Проект и план реализации которого губернатор Янао представил правительству на прошлой неделе. Появление этого моста поможет развитию железнодорожного сообщения и экономики региона. Для скорейшего запуска проекта государство впервые выделит бюджетный кредит в 50 миллиардов рублей. Центробанк рассказал о новом дизайне 100-рублевой купюры. На ней останется изображение Москвы, но Большой театр сменят другие столичные символы. Красная площадь, Центр заряде, Шуховская башня и здание МГУ на Воробьевых горах. Также на новую купюру нанесут рельефные метки для незрячих людей, а сами цифры номинала станут больше и ярче. Компания Мегафон провела исследование и выяснила, куда отправились россияне на майские праздники. Из-за закрытых границ выбор у желающих сменить пейзаж и покинуть свой город оказался невелик. В топ популярных направлений ямальцев традиционно вошли Черноморское побережье и Башкирия. Туристическим открытием 2021 года стали Северокавказские республики Чечня и Дагестан. Многие жители округа отправились за новыми впечатлениями к горным вершинам. В Новом Уренгое выбирают детский рисунок, который украсит фасад дома в микрорайоне строителей. Ученики детских школ искусств нарисовали картины на тему «Новый Уренгое город строителей». Десять лучших участвуют в голосовании. Отдать свой голос можно в соцсетях на странице главы города Андрея Воронова или в официальном сообществе администрации. Получить российское гражданство стало проще. Изменения затронули граждан многих соседних государств, а также иностранцев, состоящих в браке с россиянами и имеющих общих детей. С октября 2020 года произошли значительные изменения в законодательстве Российской Федерации о гражданстве. Во-первых, сократился срок рассмотрения заявлений, поднанных гражданами на приобретение гражданства с 6 месяцев до 3 месяцев. Важные изменения произошли для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Они могут сразу подавать заявления на приобретение гражданства Российской Федерации, имея статус проживания, вид на жительство. Изменения также коснулись порядка получения российского гражданства иностранными гражданами, которые состоят в браке с россиянами и имеют несовершеннолетних детей. Ранее для подачи заявления на гражданство им требовалось прожить в браке 3 года. Теперь это условие отменили. Упростилась процедура получения гражданства и для родителей иностранцев, дети которых совершеннолетние и уже получили российское гражданство. Для них отменили возрастной ценз и некоторые другие условия. По всем вопросам и консультации по приобретению гражданства иностранные граждане могут обращаться в отдел по вопросам миграции. Адрес энтузиастов дом 4, кабинет номер 12, каждую субботу с 9 до 12. А теперь интеллектуальная минутка. Поговорим об инстаграм. Что вы знаете о самом популярном пользователе этой площадке? У кого больше всех фолловеров? Подсказка. Это мужчина и он связан с футбольным миром. Конечно, это Криштиану Роналду. Его профиль в инстаграм насчитывает 288 миллионов подписчиков. Это и к чему? Усаживайтесь удобнее. Анна Попова подготовила для вас обзор страниц новоуренгойцев. Давайте узнаем, кто попал туда на этот раз. А что, дорогие зрители, вдохновляет вас? Люди, музыка, путешествия, спорт? Меня вдохновляет или, я бы даже сказала, окрыляет моя работа и все то, что меня окружает. Как можно не наслаждаться той жизнью, которая нам дана? О любви к жизни тебе расскажет Роксана Сайгафарова, мисс Ямала-2018. Северянка практикует йогу и медитацию. Также ее хобби делать красивые и стильные прически новоуренгойкам. Девушка много путешествует, пишет посты и просто делится мыслями и жизнью на своей страничке в Инстаграм. В целом, как отмечает сама Северянка, этим она наполняет и мотивирует других людей. Хочу показать вам одну новоуренгойскую маму. У нее двое прекрасных деток и любящий муж. По-моему, тут даже не стоит говорить о том, что вдохновляет эту девушку. Юлия Даянова. Ее профиль в Инстаграм можно назвать семейным. Как современная мама, она пишет посты, много снимает сториз и делится ими со своими подписчиками. А еще у нее есть свой канал на ютубе. Там Северянка публикует свои путешествия по России и не только. А еще просто снимает атмосферные видео и как она все успевает. Кого-то вдохновляет творчество, даже тех, кто с ним не связан. Люди ходят в театр, на различные выставки, концерты. А что говорить, если человек целиком и полностью в творчестве? Такие черпают вдохновение от всего. Знакомьтесь, это Александра. Она художник, иллюстратор с высшим дизайнерским образованием. Не сложно догадаться, что Новоуренгойка публикует на своей странице. Множество работ, картины для интерьера, объемная живопись и многое-многое другое. Помимо этого Александра проводит различные мастер-классы. Неудивительно, но еще она любит фотографировать, особенно северную природу. И скажу я вам, получается атмосферно. На этом мой обзор подошел к концу. Увидимся с вами через неделю. Анна Попова, Вероника Самошкина, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. С 20 по 30 мая в Новоуренгой проходит уникальная ярмарка. На ней все то, чего вы не найдете на полках магазинов. Смотрим. В торговом центре «Солнечный» развернулась широкая ярмарка от Кубани до Камчатки. Это натуральные фермерские продукты, визитные карточки разных уголков России и СНГ. Все приготовлено вручную по семейным рецептам. Здесь новоренгойцы смогут купить знаменитые сыры разных сортов, различные специи и приправы. Также на прилавках можно найти мясные деликатесы. И куда без икры и рыбы, которыми так славится Камчатка. Как только появляюсь ярмарка, я стараюсь посетить на что-то новенькое, необычное. И не нравится, что дают попробовать. Мне понравились чаи. Я не пробовала, я так посмотрела. Рыбки понравились. Очень у них необычные. Колбаса тоже. Есть и ароматные чаи с травами и ягодами, выращенные на плантациях в Сочи. Найдутся они на любой вкус. Не уходя далеко, можно купить и сладости. Пастилая, лукум, халва, всевозможные варенье, сухофрукты, горный мед и многое-многое другое. Не пропустите. Ярмарка ждет гостей в торговом центре «Солнечный» на первом этаже до 30 мая. Вероника Самошкина, Андрей Тихонов, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Передаю слово в соседнюю студию. Илья Ветров подготовил сводку криминала и происшествий за сутки. А у меня все новости к этому часу. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!